привет youtube привет подписчики гости моего канала продолжаю постройку франкенштейна своему сегодня я поставлю рулевую рейку и наверное сиденье скорее всего револевая рейка значит это дэонексия менял на машине рейку осталось тяги то же самое значит изготовил из двух тяг вот такую вот необычную тягу здесь косынка стоит вареная на углу на углу вареная значит и жигулевские жигулевская резьба вырезана здесь одета на проваре одета трубка и еще раз проваренная не знаю для усиления время покажет будет она ставится вот сюда это будет часть без переварки без переделки здесь шаровый не нужен потому что перелома никакого не будет хватит вот этих вот резинок которые стоят они кстати будут немножко возможные удары смягчать время покажет загадывать не буду надо это все дело испытать все ставлю рулевую рейку значит длина ее это рейки 76 сантиметров чудесно она становится единственное что вот это вот крепление вот это крепление хомута не на его штатном месте а сдвинут ближе вот к валу здесь она вот имеет такой вот ненужный мне вырез а здесь она полностью круглая поэтому хомут поставил здесь все сейчас поставлю покажу дальше кстати мужики вот такой вот от меня лайфхак говорится вот такой магнит для ножей там не знаю для чего очень удобная штука разложил всю мелочевку двигай нигде ничего не падает как обычно положил что на раму толкнул она упала ищешь вот хороший вариант пользуйтесь и так рулевая рейка уже установлена вот от нее видно только вал идущий вверх и немного туда таким образом она стоит вот так снизу и не видно только тяга зазоров хватает здесь на палец она качаться не будет это не качающаяся часть поэтому так значит еще прекрасно ключи держится не падает поворачиваем на право рама ломается направо ну соответственно все это в обратную сторону так здесь все это расположилась вот так вот она в раме швеллер это 14 здесь выпилил окно для того чтобы случае чего можно было снять тягу некоторые мне уже в группе писали что это неправильно ослабил раму ребят у меня еще будет она увеличиваться довариваться здесь площадка для ног она еще усилится и и и и и и и и совсем ничего страшного нагрузок тут великих не будет все вот таким вот образом уже отрегулировал уже одинаковое расстояние что сюда что туда и еще ход даже остается все сейчас поставлю сиденье посмотрим на сиденье вот уже сиденье установлена выглядит она вот так вот сделай его необычным таким образом она у меня подпружиненная ввиду того что не хотелось бы воровать вот здесь вот место для крепления я его оставил для ног разместилась все у меня это вот также на 14 швеллере внутри то есть она все это крепление сиденья за габариты но никак и и не выходит и находится над узлом перелома возможно это тоже будет для меня большой плюс имеют кучу 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 просто регулировок всяких разных размеры я говорить не буду делал индивидуально под свое сиденье сейчас я его поставлю посмотрим просто показываю как я его сделал арматура двадцатка болты 14 здесь отверстия можно тягу перекинуть выше здесь можно эту ниже она будет шире база можно сместить менять угол и амор и стоят значит не знающего может какого-то мопеда может с какого-то мотороллера мне с мотоцикла со скутером не сюда по размеру просто не подошли я ему ламор и можно перекидывать лево-право-право-право-лево-право как говорится понятно чем ближе к качению тем сиденье мягче но это совсем такое все упал вот самых три ходовых надо пожестче перекинул сюда надо помягче перекинул сюда вот по высоте как она регулируется по высоте мужики сейчас камеру поставлю на штатив покажу а чё на штатив покажу потом когда поставлю просто приподнимается станок и перекидывается под нужный говорится под нужную высоту высоту никаких ключей ничего надо повыше пожалуйста взяли чуть приподняли это дело ногой потому что руки заняты вот вот вам повыше добавляется я не мерил сколько ну сантиметра наверное три меняет положение плюс она еще работает амортизирует не знаю захотелось не так крепится на два болта швеллер все полностью съемные сейчас поставлю сиденье покажу как она выглядит сиденье сиденье установлена выглядит это все вот так вот крепится но у меня на два болта спереди это девятка девятка не знаю девяносто девятая короче автомобилисты меня поймут сделаю его откидным специально здесь будет еще контргайки стоять вот она будет опираться на руль потому что у меня кот вот она очень любит спать когда в откинутом состоянии на сиденье да не сказал мужики вот это значит 8 миллиметров полоса на по-моему на шесть с половиной это полоса тоже кусок полосы это 10 миллиметров толщина на 100 миллиметров некоторые любят все в миллиметрах короче 10 сантиметров на сантиметр это чтобы ее не покрутила я уже на нем и прыгал и скакал и ногами и что только не делал как его не испытывал все пока выдерживает сейчас поставлю камеру на штатив покажу как она амортизирует вот так вот это все выглядит со стороны не знаю там видно не видно но так вот будет виднее все сейчас покажу вот мужики сейчас покажу как меняется по высоте как амортизирует вот такая штука получается то есть колено надо так надо повыше вот ну вот так вот кстати в таком положении она помягче ну вот в принципе и все в этом ролике пока я рассказывать уже и растягивать его не буду скажу наперед буду устанавливать ручник все еще был ролик я покажу в ручник будет находиться так же как и находился у меня здесь даже на качающемся кресле как я его буду делать на вот эти вот колодки все это вы увидите точнее как я его сделаю как он уже будет сделан как я его делаю увидят те кто у меня в группе ватсапе потому что там это все будет происходить в режиме реального времени кстати хотите ссылочка в описании заходите туда я буду скидывать короткие видосы по каждому пункту потому что это но вот это вот сиденье у меня ушло два дня вы посмотрели ровно за три минуты рулевая рейка полтора дня установить и подогнать поэтому все это нужно время никаких сварок никаких болгарок никаких ключей короче только сборка все давайте мужики подписывайтесь кто не подписан присоединяйтесь кто еще не присоединился и не стесняйтесь задавайте вопросы пишите комментарии интересно ставим палец вверх не интересно ставим палец вниз вот так вот все пока